Азбука пожарной безопасности, пожарный спринт, гнев Нептуна, логово Минотавра. Испытания с такими интригующими названиями ждали юных спасателей. Команда 17-ти Новочебоксарских школ, а это порядка 70 человек, приняли участие в 23-м городском слете юных пожарных, который прошел на базе пожарной части номер 17 у АО «Химпром». Стоит отметить, что подобные соревнования прошли во всех городах и районах республики. Собравшихся приветствовали начальник пожарной части номер 17 Сергей Митин, начальник отдела надзорной деятельности Новочебоксарска Владимир Петров, председатель Новочебоксарского местного отделения Всероссийского добровольческого пожарного общества Чувашской республики Елена Павлова. Они пожелали ребятам легких стартов и чтобы в упорной честной борьбе победил сильнейший. В данных учащихся соревнованиях молодежи, которые будут учиться спасательному мастерству, будут поступать в высшее учебное заведение МЧС России и продолжат дело старших товарищей. Победители данных соревнований будут участвовать уже в республиканских соревнованиях. Победители республиканских уже во всероссийских соревнованиях. Соревнование состояло из нескольких этапов. Первый из них – пожарный спринт, дистанция с препятствиями. После команды «Марш» юных пожарных было не остановить. Они ловко преодолевали забор, бежали по буму, взбирались по лестнице на второй этаж башни. Файер! Файер! Эти соревнования имеют прикладное значение. Так как у нас количество пожаров не уменьшается, значит, мы должны уметь защитить себя, уметь помочь, оказать помощь другим, уметь потушить пожар правильно. И какие-то навыки, значит, должны мы уметь. В эстафете «Гнев Нептуна» каждому из участников предстояло надеть боевую одежду пожарных и взять по одному пожарному рукаву, который впоследствии необходимо было соединить. Знания по оказанию медицинской помощи, правил поведения в экстремальных ситуациях и просто эрудицию проверяли в ходе тестирования. Одним из самых интересных стал последний этап. В теплодымовой камере школьникам в спецодежде нужно было пройти лабиринт и отыскать потерпевшего. Стоит отметить, что наравне с парнями участие в соревновании принимали и девушки. Это очень интересно. Я участвую первый раз, сейчас мне очень понравилось, особенно сейчас вот эта газовая комната. Там темно, страшно, но в то же время как ты чувствуешь себя частью команды, поиски, захватывает очень одни слова. Среди участников были те, для кого подобные старты не в новинку. По словам командира кадетского корпуса 10-й школы Никиты Пайгильдина, пару лет назад команде его школы приходило защищать честь города на одном из всероссийских съездов, где они заняли первое место, тем самым став лучшим кадетским классом в России. А в прошлом году ребята представляли Новочебоксарск на республиканском слете юных пожарных. Так как у нас кадетский корпус МЧС, это наш профиль, тренировки у нас три раза в неделю проходят, так же как и по газодымозащитной и на силовые упражнения. То есть все эти этапы, которые сегодняшние будут на этих соревнованиях, нам все знакомы хорошо, мы не раз на них проходили и тренировались. То есть для нас это не новое какое-то открытие, наш профиль, стараемся выступить хорошо. Пройдя все этапы соревнований, ребята стали лучше понимать профессию пожарного. Это нелегкая служба, требующая выдержки, воли и героизма. Огнеборцы люди не только выносливые, но и смелые, ведь каждый день, рискуя жизнью, им приходится вступать в схватку со стихией. Некоторым школьникам подобные слеты помогают определиться с будущей профессией. Если же кто-то из ребят и не свяжет жизнь с пожарно-спасательными службами, можно быть уверенными, что имея большой багаж знаний и навыков, они точно не растеряются в экстремальных ситуациях. Как говорят, у нас в конце года, наш преподаватель нам всегда говорит, дай бог, что ваши знания, которые я вам дал, никогда в жизни не пригодились. Но, к несчастью, получилось так, один раз был случай, вот с другом мы ехали, а мы велотуризмом занимаемся, вот заблудились, к сожалению. Все запасы воды у нас закончились, но все нормально, вышли на дорогу. По итогам всех этапов третье место заняла команда 12-й школы, второе у ребят из школы номер 16. Победу в соревновании одержали кадеты 10-й школы. Они и будут представлять наш город на республиканском уровне. Продолжение следует...